Простите за горечь, друзья, но я не знаю, как выпускать счастливые ролики, если вот такое валится, валится и валится и валится. Ребята, звонок поступил, голос плакал, щенок сбитый на дороге кричит, и мы сразу выехали. Да, ребята, вдоль обочины стоят гаражи, там сука с щенками, сука дикая и вообще неконтактная, очень злобная. И один из малышей выполз на дорогу, и разумеется, сразу почему-то попал под машину. Ведь можно притормозить, когда едешь, ведь дитё на дороге, а они их не видят. Щенок это не котёнок, который бросается тебе под колёса. Щенок это тот, кто медленно косолапит через эту дорогу, не понимая опасности. И притормозить, пропуская ребёнка, может любой из нас, ребята, любой. Только не любой остаётся человеком. Мы не довезли малыша до клиники, ребята. Он погиб. Но мы вернулись и забрали тех, кого смогли. К сожалению, мама убежала. И нет шанса её даже поймать. Ребята, мы забрали пять малышей. И ладно бы, бывает всё в этой жизни. Тяжело. Но, друзья, буквально перед этим, два месяца назад, мы точно так же на обочери старом заброшенном, поломанном, после стройки какой-то там, чёрт знает какие, свалка какая-то, мы там достали маму и тоже новорождённых малышей. Малышей пятеро. Ребята, приют перегружен. Вы видите нас. Мы вам всё это показываем. Но пройти мимо огромных трасс, возле которых рожают бездомные собаки, ребята, мы не можем. Мы не можем обречь их на смерть. И мы их забираем. Ребята, вот полчаса назад мы открывали ворота. Проверяли, убирали, закрывали. Всё. Но у нас сегодня родился ягнёнок. И мы решили сделать фотографию. И не могли понять, откуда раздаётся скулёж. Пока прислушались, пока вышли за ворота ещё раз. И нашли, ребята, ещё одну коробку. Она перед вами. Битком, забитая детьми. Ребята, я не знаю, где эти дети находились. Я не знаю, откуда их привезли. Но то, что они обезвоженные и голодные, это вообще страшно. Маленькие. Посмотрите. Ну, это же дети. Дети, которые хотят есть, хотят пить. А их как огурцы напихали в эту клетку из-под попугая. Десять малышей, ребята. Десять малышей. Ну, каким идиотом надо быть или зверем, чтобы это сделать? Это ладно. Ребята, ну, если уж ты подбрасываешь под приют малышей. Ну, должна же быть хоть какая-то совесть. Ну, хоть мешок корма поставь. Разве можно так? Мы же едва выживаем. Ребята, мы же едва выживаем. Ведь только несут и несут. И когда же будет принят этот закон об обязательной стерилизации? Когда уже введут закон о запрете для этих разведенцев, ребята. Когда уже жестко мы будем... Тех, кто продает их, собирателей всяких. Когда уже мы жестко будем с ними бороться. Ребята, это наша страна. И зоозащита должна подниматься. Должна, ребята. Люди, я вас приглашаю. Я призываю. Помогите. Одним нам не справиться с этой болью. С этими ужасами, что они творят. Помогите нам. Отзовитесь, прошу вас. Поддержите нас. И будьте милосердными. Друзья, у нас не только щенки. Кошки, ребята. Те, кого мы почти не замечаем, которые бегают вокруг наших домов. Кошки, которых сейчас из-за коронавируса стали выбрасывать пачками. Слава Богу, не через окна. Выкидывают в подъезды. Вот так мы нашли девочку. С ее котятами. Ее просто в коробке выставили в подъезд. Мы забрали. Через некоторое время нашли еще одну. И тоже с детками. Ребята, я не знаю. Да, сейчас весна. Да, надо с этим бороться. Но, ребята, надо оставаться людьми. Нельзя же выкидывать того, кто верой, правдой, с любовью жил с вами и год, и два, и десять. А потом взять его и просто выбросить, потому что он заболел, как поступили с Беллой, потому что она пошла бедная вся опухолями. Девчонки лет 6-7, а ее нам отдали, потому что не нужна. Лечите, если хотите, или усыпляйте. Я говорю о таксише. О Белле и о бренде будет следующий ролик. Мы расскажем вам, как прошла операция. Сейчас, ребята, этот ролик о детях. Я хочу показать вам всех наших детей. Дальше вы будете смотреть тех, кто сейчас у нас есть. Кого мы уже спасли, кого привили, кто подрастает. Но, друзья, через полгода они будут нуждаться в стерилизации. Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели на них. Потому что через полгода я буду опять обращаться к вам с просьбой помочь стерилизовать их. А сейчас, ребята, сейчас нам необходима обработка от блох. Глистогонка и вакцина. Потому что это дети. Дети, которым необходимо питание. Нужен отдельный корм. Потому что тот, который есть взрослый у нас, ребята, он для малышей не подходит. Ребята, приют находится в очень тяжелом положении. В реально очень тяжелом положении. Ребята, прошу вас, не бросайте нас. Я вас умоляю, люди. Пожалуйста, не бросайте нас. Потому что мы не можем бросить их. Просто не можем пройти мимо. Кто, если не мы? Мы здесь. Вы там, по ту сторону экрана. Но вы тоже наши. А мы ваши. Друзья, прошу вас, отзовитесь. Оставайтесь с нами, как бы трудно не было. Все проходит. Пройдет и эта беда с этим коронавирусом. А мы останемся, друзья. И будем дорожить нашей дружбой. И будем дорожить тем, что не предали, что поддержали, что выстояли. Потому что только вместе, ребята, только вместе мы сможем сделать этот мир добрее. Добра вам, мои хорошие. Крепкого здоровья. И я прошу вас, отзовитесь. Отзовитесь, мои хорошие. Лохматая душа просит вас о помощи. Ребята, правда, они красивые? Наши дети. Смотрите, сколько радости. Сколько эмоций. Как они хотят внимания. Ребята, это дети. Со всеми вытекающими отсюда. Они ласкаются, они играют, они скулят за вами. Они переживают, они грустят и обижаются. И тем не менее, как они хотят внимания, ребят. Они были малюсенькими совсем. У нас есть прошлые ролики, где мы их показывали вам. Сейчас они растут потихоньку. Я не знаю, к счастью это или нет, что собаки так быстро растут. И даже не знаю. Но, ребята, представляете, у них такое короткое детство. И как часто это детство наполнено только болью. Как же нам, ребята, выжить? Как же нам изменить наш мир и сделать его добрым, хорошим, настоящим? Ребята, мы ведь стараемся. Это не только ради животных. Этот мир хочется сделать добрее ради наших детей. Ради наших детей и внуков. Мои хорошие, посмотрите на этих малышей. Да, они быстро растут. Но надежда, ребят, надежда, с какой они смотрят на нас, она у них сохраняется в душе и во взгляде до конца их жизни. А ещё верность. Я люблю собак. Я люблю собак. И не понимаю, как можно их не любить. Да, они вредные. Да, они иногда бывают назойливые. Они могут сожрать наши тапочки или сапоги. Особенно, когда ты спешишь на работу, выходишь, а там только отшмётки. И тем не менее, ребят, тот, кто хоть раз завёл себе щенка, тот никогда больше не сможет жить без собаки. Посмотрите на них, ребят. Это наши с вами спасённые дети. Я благодарю вас за их жизнь. И я верю, что вы с нами будете и дальше следить за их судьбой и участвовать в их жизни. Спасибо вам, мои родные. А ещё я хочу сказать твёрдо, что если я когда-нибудь, хоть кого-нибудь поймаю возле ворот приюта, я лично набью морду. Ребята, чем попало, что в руки подвернётся? Тому, кто привезёт щенков и вот так бросит их на смерть под забором. Потому что мы не можем выйти и не можем караулить стоять. Когда же там к нам придут и подбросят нам щенят? А дети страдают. Не за то, что нам подбросили щенят, буду морду бить, ребята, а за то, что подло это делают втихаря. Вот за это, ребята, если нарвусь, прибью, обещаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова